Мастер спорта, представитель Санкт-Петербурга, победитель Терриста России Елена Петрова. Кандидат Василия Спорта, представитель Курской области Родзовой Терристики и Толпы Средникадетов 2017 года Валерия Раскова. Кандидат Василий Спорта, представитель Н Кстати Бладко, победитель Терристики и Терристикии и Терриста Родзовой Терристики и Толпы Средникадетов 2015 года Ала Валакоревская. Внимаем на следующий день, судьи международной категории Илья Расков, Раиз Ладно jefe career. Это Дмитрий Плывальков. здравствуйте дорогие друзья здравствуйте уважаемые любители фехтования мы снова в курске второй день первенства россии по фехтованию среди юниоров и сегодня сейчас прямо на ваших глазах будет определен обладательница золотой медали определиться а также серебряные двухбронзовых соревнованиях по рапире среди девушек трансляции организованные федерации фехтования россии совместно с компанией тсм вы это все сможете увидеть а помогать вам в этом будет денис мельничук и да это я и алексей попов здравствуйте здравствуйте первый полуфинал питерский рова а ее соперницы стала александра сундучкова что хочется сказать у вот сразу же первое что бросается в глаза да это путь елена петровой к вот этому полуфиналу первый бой победила камилу цибирову 15 13 причем проигрывала очень много уколов против очень сильной спортсменки из москвы да но потом смогла перестроиться и победила затем на 15 14 победила элину гафурзянову и уже потом следующем поединке опять же тоже 15 14 она победила анастасию простите нет сначала владу миронову 15 14 ну и затем анастасия кузнецова 15 4 то есть тяжелейшие поединки на 15 14 были и поэтому наверное сейчас эмоциональное повышенное состояние хорошее у петрова но она к тому же еще кадетка на 2001 года рождения поэтому в этом сезоне еще выступает по кадетам вчера кстати петербургский кадет данил федоров выиграл серебряную медаль в личном переносе ну а вот сегодня сразу две спортсменки этого возраста тоже в петербурженки дон петрова и валерия рассолова из курской области она в следующем бою будет причем валерия рассоловой вообще только в 14 лет до валерия рассола будет фехтовать так сказать в родных стенах на домашней арене вчера был владислав мыльников представитель курского региона оказался на третьей строчке и сегодня тоже как минимум в призах будет рассолова но у нас 30 секунд поединка чуть больше прошло 21 впереди александра сундучкова она кстати тоже не дал недалеко ушла от кадетов потому что ей тоже только 17 лет она в прошлом году еще выступала за кадетов но с этого сезона выступает по юниорской возрастной группе и кстати именно александра сундучкова сейчас возглавляет всероссийский рейтинг да то есть она варит этих соревнований изначальные но сейчас петрова сравнивают счеты защита ответ быстро четко и точно полет в бок сундучкова снова выходит вперед ну и судья этой встречи илья бурнац забыли представить ну и кстати говоря о том как проходили соревнования стоит отметить что после сундучковой остальные фавориты не добрались виктория юсова москвичка которая второй шла вот до этих боев может правда и останется на втором месте сложно сейчас посчитать но она уступила полине белоусовой из татарстана 12 15 камила цибирова вот денис вы уже сказали проиграла которая была 3 анна удовиченко дошла вот вошла восьмерку сильнейших но уступила валерий рассоловой как раз который на 6 место ну и любители фехтования наверное знают что еще марта мартьянова конечно могла бы здесь выступать но марта мартьянова сейчас готовится в составе первой сборной россии к этапу кубка мира в алжире правда мне сказали что возможно в командных соревнованиях завтра марта все-таки выступит подъедет знаю это наверно точно еще такая информация есть на этом узнаем завтра но здесь практически минуту уже позади 4 3 в принципе бой равный идет как мне кажется соперницы фехтовали друг с другом миллион а то и больше раз так как один город местные соревнования да и поэтому они очень хорошо знают друг друга не рискуют ближний бой сейчас уколоть не получилось белый фонарь загорелся очень хорошо знают друг друга и так в таких ситуациях всегда очень сложно фехтовать когда соперника своего региона нужно что-то придумывать все уже придумано как бы но вот тем не менее в этом году я посмотрел сейчас как раз в официальных соревнованиях они между собой не встречались первая встреча сразу настолько серьезно да ну наверное и на сборах каких-то тренировочных плюс предыдущие года наверняка провели немало боев поправил экипировку вернулась на дорожку и продолжается поединок в атаке он дучкова колит выпад даже с рукой на себя сделала но это наверное для того чтобы перевести из так сказать сектор укола в бок показывал что будет холоть в грудь а перевела под руку точно поединок двух левшей кстати мы тоже наблюдаем и финал получается у нас тоже будет левша и правша как и вчера в общем много параллелей можно провести с вчерашним днем ну а чтобы наверно напомнить кто вчера в год не видел нашу трансляцию золотую и дальше развивал москвич максим лавягин выигравший финале федоровый санкт-петербурга ну а третье место нас разделили владислав мыльников курска и антон бородачев самарской области да но если говорить еще о параллелях петрова и сундучкова здесь же в курске вот на этой самой даже дорожки год назад фехтовали в одной команде на кадетском первенстве и выиграли причем насколько я помню там была очень сложная встреча против сборной башкортостана много проигрывала команда санкт-петербурга и вот эти девушки смогли вытянуть и победить то сегодня уже юниорах и друг против друга защита ответа быстро в один тайм сделала сундучкова еще становится 73 немножко все-таки реноме свой сундучкова не зря же она лидер среди юниорах петрова сейчас 4 в кадетской классификации но в юниорской 20 необходимо поправить клинок петровой так она немножко замялась рукой или ногой сделать но не стал спускаться по мосту привела в порядок оружия находясь на нем у крайне черты зажимает сейчас петрова свою соперницу и на вход колет сундучкова но немного не точно горит белый фонарь идет в атаку петро промахивается ответная начинается со стороны сундучков подбирать дистанцию и снова белый фонарь зажигает середину первого периода напомним что поединок длится до 15 уколов либо три периода по три минуты сейчас вот девять четыре счет становится в пользу сундучковой до такое преимущество уже солидное и упрочняется все больше и больше пока белый фонарь загорелся предыдущей фразе но надо сказать что петрова последними стала вошла в четверку сильнейших именно ее поединок с анастасией кузнецовой закончился последним ну правда нельзя сказать что елена испытала какие-то большие проблемы она выиграла уверенно 15 4 но факт остается фактом для отдыха у нее было времени меньше всего у сундучковой первый бой за вход 32 был тоже против камилы но ибрагимовая она победила 15 70 кстати камилы ибрагимова это дочка наших замечательных лихтовальщиков олимпийского чемпиона на варе ибрагимова и чемпионки мира ольга величка и сестра камиле ибрагимова до листа хочу просто дальше уже закончить мысль о том как сундучкова провела предыдущий поединке 15 11 15 8 победила полину козаеву и затем держала верх над наталья мамаева 15 7 и ариной притковой 15 3 11 4 и сейчас тоже более чем комфортное преимущество у сундучковой и 48 секунд до конца первого периода когда фехтуют две спортсменки из одного региона есть такое негласное правило что если ты побеждаешь своего то ты потом просто обязан выигрывать у всех остальных иначе зачем ты тогда не пустил другого ведь он тоже смог особенно это правило работы когда молодой выигрывает у более старшего более опытного спортсмена но здесь все-таки сундучкова на год старше и как бы статус фаворит у нее ко всему прочему есть и она поддерживает в 12 4 трехкратное преимущество в полуфинале ну точно такое же может правило здесь международных соревнованиях отношения спортсменов одной страны ну разумеется это не правило в том плане обязательным но желательно конечно так делать сейчас вот петрова ходила в атаку но ничем это не закончилось до белый фонарь ближний бою так мне кажется вот под конец уже сбавили темп спортсменки убыл как сейчас выдержала паузу сундучковым потом два фонаря кстати очень неплохо идет и в международном рейтинге она сейчас занимает 14 место в юниорском рейтинге международной федерации фехтования ну а лучше среди нас там виктория юсовой высокое четвертое место занимает поэтому вот такое поражение виктория полина белоусовой на ранней стадии не сможет как неприятно наверное сервис с другой стороны главное наверное что виктория хорошо подготовилась к первенствам европы и мира здесь конечно сумеет туда отобраться да сейчас в атаке у кого носит петрова не получилось защититься у сундучковой еще цена это 13 6 15 до конца ближний бою за счет ответ недействительный 13 секунд все остается вчера мы неоднократно думали успеете в первом периоде нанести спортсмен укол или все-таки будет перерыв и вот сегодня тоже есть шанс закончить его сундучковый бой нет-нет расходятся они до берут паузу наставники наверное сейчас не будут подходить к спортсменкам это тоже такое неписанное правило что в случае когда встречать спортсмен заново региона тренеры не помогают хотя вообще тренеры у них разные выступают за разные клубы петрова представляет ска и школа олимпийского резерва комета сундучкова здесь шор выборгского района сегодня не только эти соревнования проходят сегодня проходят этапы кубка мира среди взрослых среди юниоров давайте пока у нас есть время посмотрим что творится в испании в сеговии где девушки сражаются в этапе юниорского кубка мира и вот я сейчас открыл страничку могу сказать что у нас там уже две медали в полуфинал пробились ольга никитина которая встретится с андрей лупу в румынии и алина михайлова с которой соперница будет американка с такой необычной фамилии хвоя фокс житомир вот это сабли до юниорки сабля они вот сейчас в испании так ну и успею про первого сказать чуть-чуть во франции сейчас проходит этап кубка мира уже среди взрослых вот там пока определились только в спортсменке участники участницы одной восьмой финала тимур сафин и алексей черемесина самые титулованные наши раперисты вот они в числе 16 лучше возвращаемся на нашу арену обоюдные два фонаря сейчас говорят нужно сказать что поединке проходит без видео повторов спортсмены не могут играть согласно правилам но в принципе судьи при какой-нибудь сложной ситуации когда не увидели что-нибудь или сомневается могут обратиться помощи видео рефери защита сейчас большим парадом выходила вперед петрова зажгла белый сундучкова снова белый здесь наружу петрова выходит вперед и седьмой укол наносит да системе отбора я говорил что александр сундучкова лидер и она независимо даже от исхода этого турнира еще более упрочит свое положение потому что виктория юсова проиграла быстро остальные спортсменки находились достаточно далеко так что вы видите лидера всероссийского юниорского рейтинга но вот смотрите пауза пошла на пользу мне кажется петровые 13 8 немного потихоньку но сокращать отставание уже в пять уколов это конечно комфортно но не прям чтобы совсем много в атаке сейчас наносит укол сундучкова 14 8 видимо тоже поняла что нужно собираться и заканчивать поединок и все поздравляем елена петрова с бронзовой наградой александр сундучкова отправляется в финал и сейчас на помосте появятся следующие полуфиналисты это валерия рассолова представляющая курскую область и сегодня тут есть болельщики которые несомненно будут поддерживать спортсменку и вы это услышите а соперница ее будет алла голоколенко представляющая столицу валерия рассоловой как я уже говорил только 14 лет на 2002 года рождения и она лидер нашего кадетского рейтинга 6 в рейтинге юниорском и 27 в рейтинге взрослым вот так вот она уже выступает как видите сразу на трех фронтах можно сказать и в этом сезоне она выиграла турнир анечка в дворец санкт-петербурге турнир юность москвы памяти михаила бурцова в москве разумеется еще один московский международный турнир памяти сергея шарикова то есть три победы уже у нее в этом сезоне это соревнованиях все правда в нашей стране но и на международная линия валерия рассола выступает очень неплохо была второй на этапе европейского кадетского цикла будапеште 3 в австрии в медлинге вот недавно выступала уже в январе этого года 6 января в удины в италии на этапе кубка мира среди юниоров ну и вошла в число 16 лучших вот она на ваш экранах станет и видите со спины наставника дарма блюдова конечно вчера много об этом говорили но я думаю сегодня тоже сказать стоит сказать что это конечно же очень знаковая фигура для курского фехтования в целом для российского вот какие-то последние наставления дает тренер пока не могут начать поединок но пока не начинает можно представить алу голоколенко вот она девяносто восьмого года рождения поэтому проводит в юниорах последний сезон и надо сказать что по большому счету вот в этом и на сезоне больших достижений нет на педестал подсчета она в личном первенстве не поднималась но очки так набирала поэтому в таблице у юниоров она 12 но мы говорили о чем что весомое преимущество имеют сундучкова и юсова и поэтому голоколенко в случае успешного выступления сейчас может получить достаточно много очков и сразу же выдвинуться в число лидеров всероссийского рейтинга как вчера например максим лавягин он начинал соревнования пятого всероссийском рейтинге а закончил их выброс лидером да и он сам опять же в интервью после соревнования сказал о том что сезон был немного такой скомка на начало не совсем удачно и вот вчерашний день даже сказал что я в оптимальной форме все хорошо получается собственно поэтому и выиграл и вот первый укол у нас сейчас алла голоколенко которая тоже представляет москву и кстати если она выиграет поединок то мы увидим тоже встречу двух столиц финале как и вчера но для этого нужно нанести 15 уколов пока 2 в четверть финале алла голоколенко с анастасией карпачева из самарской области фехтовала и вела знаете со счетом 11 3 и только там отошел немножко поговорить с одним из тренеров повернулся счет был уже 13 11 всего пользу алла голоколенко правда все таки она закончена бой победой 15 11 и вот первый укол вы слышите наносит вы видите и слышите как поддержки болельщики валерия рассолова кстати тоже если берем о предыдущих поединках рассолова победила анну довиченко с счетом 15 5 и причем вела 11 1 после первой трех минутки так очень уверенно спокойно действовал валерия а до этого она обыграла ольгу ботенину из москвы 15 4 почему я мы говорим вот именно об этих поединках и такие большие преимущества ведь и удовиченко и ботенина они спортсменки с первой десятки всероссийского рейтинга удовиченко 4 батенина 8 просолова 6 это бы и про юниорский рейтинг говорим рассолова еще напомним опять скажу что лидер кадетского рейтинга то есть видимо что валерия подошла в очень такой серьезной хорошей форме ну а для голоколенко проигрывает пока 12 но она тоже подошла в хорошей форме раз уже вошла в четверку сильнейший но и также сменился рэпере поединка сейчас это дмитрий кулаев 1 3 становится счет преимущества в два укола держит алла сейчас в ближнем бою растороп не оказалось пыталась из-за спины рассолова уколоть не получилось очень хочется хозяевам чтобы спортсмены здесь выиграли медали как можно более дорогие можно занимали местах можно более высоких вчера владислав мыльников принес бронзу но валерия рассолова тоже уже с медалью вопрос там с какой защита ответ на недействительный белый фонарь зажигает рассолова вот сейчас такая ситуация заставила немножко призадуматься кулаева и после этого вынес решение в пользу валерия рассолова 24 счет да и она привела в восторг зрителей да в атаке не получилось нанести уколу рассоловать с ответной алла тоже спешить не стала и сейчас у нее звенит оружие что-то не так с экипировкой да соревнования у нас проходит уже сказали в курске и знаете такую несколько необычная форма мы в прошлом году если кто смотрел наш трансляции говорили об этом ну наверное попозже то есть еще расскажем я думал дольше будет разбираться с оружием алла голоколенко но нет рассолова в атаке действие не попадает ответная справа налево 52 ну так не спеша проходит полуфинал да но цена каждого укола да от этого только лучше видно что с трудом достаются уколы и алле который вот шестой наносит и валерий рассол всего пока два удалось нанести но с другой стороны это за минуту с небольшим девушки сделали тоже могут в первом периоде все закончить до 2 фонаря сейчас предыдущей фразе было ну а здесь один зеленый который снова приводит восторг зрителей 36 46 зеленый сегодня цвет рассол вы сейчас в этом бою я имею ввиду поэтому вы тоже можете сразу определять кто же нанес укол рассолова в атаку достает раскрутила вот такой как-то до включилась поединок собралась сейчас подобрала дистанцию да ровно такое нужно было с выпадом нанесла укол попыталась резко сократить дистанцию укалывать на опережение валерия но точно оказалась в атаке алла и 5 7 становится счет и тут же валерия берет небольшую паузу поправляет снова оружием ну да да вот этот темп у от игры шо которая сдала рассол вы она наверное не хочет терять красный укол немножко сбил вернуть себя в прессе сконцентрированное состояние пыталась рассолова не получилось в этой фразе 5 8 самая середина первого периода коленка колит дома на 5 так вот валерия сократила разрыв до одного укола очень быстро но столь же быстро это делая и восстановила вновь до позволила соперница опять уйти вперед голоколенко 95 впереди спортсмен возвращается на дорожку за линию начала в атаке сейчас попадать защиту москвичка и с ответом немножко опоздала просова белый потом горит и здесь в ближнем бою точнее оказывается рассолова 96 убирает дистанцию рассолова ну да слишком слишком долго наверно это делала и уверенно на вход на подготовку атаковала уже было коленка 7 9 8 и снова разрыв всего в один укол да так защищалась валерия защитилась успешно и вы нанесла выбрала момент ну что может быть рассолова интригует так специально 9 9 чтобы зрителей порадовать да чтоб с 0 14 выйти на 14 14 до 5 масса у кого-то улетела да ну здесь можно дать конечно фразу в пользу валерия рассолова и эльдар мавлютов вскочил на ноги сейчас очень эмоционально обращается к судьям но дмитрий кулаев принимать решение что никому не присуждает укол защита ответ не достает подбирать дистанцию голоколенко несколько парадов вот такое классическое рапирное фехтование когда долгий розыгрыш фразы когда раперистки так сказать можно так сказать играют с оружием до пробуют минута 10 первого периода еще 9 9 10 9 впервые лидирует теперь рассолова к вязчему восторгу местные зрители да вот здесь не только специалисты тренеры тут много и детей и просто люди зашедшие сюда посмотреть также еще очень много тех кто раньше занимался фехтованием сейчас по каким-то причинам уже ушел в другую профессии какие-то старые ученики старые спортсмены старые имеете ввиду не по возрасту да которые вот раньше фехтовали собрались и возможно так ностальгирует наблюдают за фехтованием 10 10 становится счет на 5 уколов прямо как в группе фехтовать теперь но опять же да цена гораздо больше чем бои в пулах ответная влетает защиту из-за спины не попадает рассолова голоколенко голоколенко правильно все таки зажигает белый фонарь 10 10 остается чуть больше минуты и снова рассолова да 11 10 вот так встреча какой-то момент казалось что все уже понятно и спокойно алла доведет бой до победного ну вот рассолова удивляет да она очень здорово проводит этот сезон в прошлом году я помню была упорнейшая борьба между тремя сразу курскими спортсменками валерий рассоловой полина козаевой и арины марченко попасть сборную команду страны на первенство европы и мира среди них в итоге трех разделила всего одно очко и именно рассолова он попал тогда на этот турнир но сейчас доказывает что это было совсем не случайность хотя счет стал 11 11 снова равным просит медицинского работника подойти к дорожке кстати вот медицинском работнике и учениках тренеров был тут сейчас свидетелем сегодня когда подошла одна девушка видимо раньше занимавшись фехтованием подошла к эльдару масалимовичу мавлютову и и вот кстати на ваших экранах приветствовал профилю узнал о жизни и очень обрадовался когда она узнал что она поступила именно в медицинский институт я думаю что это было звягинцева елена она у нее профиль как раз наверное может быть ошибу сейчас неправильно что-то скажу но связано в общем с неврозами с нервами и очень много шуток она получила сегодня то что много нервов теряет тренеры и поэтому она говорит что набирает здесь себе клиентскую базу понятно здорово не но на самом деле это действительно очень хорошо замечательно что так спортсменки получают следующие переходят как бы сказать на следующую на другую стадию же жизнь после спорта находят себя в ней да ну и вчера во всех поединках требовалась помощь тоже медиков наверное и из таких минусов до грустных моментов но ничего серьезного не было слава богу и надеемся и не будет на этом турнире в курске ну да это спорт это и фехтование большие ушибы да когда надо там за применить заморозку или вот как его максима лавягина он ударился носом на маску пошла даже кровь носом причем он не сразу попросил помощь подгонял к тому моменту когда соперник нанес пару уколов вот чтобы сбить темпу совместил и полезное и нужно для себя полезные для боя в атаке сейчас у нас что пол голоколенко защита ответа не удалось у рассолова и 12 11 впереди снова москвичка да такие качели начинаются на своеобразные вот впереди то другой сейчас просолова атаковала дошла в дистанцию и подловила на таком движении вперед соперницу 12 12 что наверное сегодня мы увидим самый крутой интересный и такой зрелищный счет 15 14 судя по тому как проходит этот поединок но может быть и нет узнаем это чуть позже 30 секунд осталось первом периоде фехтовать в атаке тринадцать двенадцать да и вот алла собирается немного снова два фонаря да не так конечно быстрый не так динамичный поединке девушек как вот вчера у ребят даже в этом тоже есть свой определенный прелесть как вот два тенниса мужской теннис это сила мощь там подачи пушечные и женские розыгрыши хитрость так примерно вот эффектом а практически такая же ситуация потому что скорость тоже имеет значение вайзин реколаев там ответил с шуткой на просьбу взять видео когда будет посмотрим сказал текула справа налево 14 12 и зрители все громче и громче поддерживают финал спортсменку близок для валерия рассолова опять же от максин лавегин вчера сказал что как он при счете тоже 14 пол нанес и говорят почувствовал просто как стало тяжелее гнала себя мысли о возможной победе но не получалось все равно не возвращались и было тяжело фехтовать ну вот и сейчас с валерий рассолова один укол до финала здесь наружу слева направо чистый укол 15 12 финал отправляется валерия рассолова а алла голоколенко на третью строчку вместе с еленой петровой с чем ее и поздравляем сейчас будет небольшой 10 минутный перерыв после которой начнется финал никуда не уходите мы тоже вернемся а сейчас битракова анастасия битракова анастасия битракова анастасия битракова анастасия с Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну и, наверное, если уж мы заговорили о календаре, пока у нас начало поединка и счет 5-2 уже в пользу Валерия Рассоновой, стоит сказать, что у юниоров еще пройдет через неделю буквально этап Кумира в Хорвакии в Загребе, затем в феврале в Австрии в Медлинге состоится этап Кумира, а потом все первенство Европы и в апреле уже первенство мира. Со 2 по 11 марта, напомню, в Сочи. Да, 6-2. Уже счет 6-3. И, да, вот прям поправочку одновременно с моей фразой вносит Сундучкова. И 6-4 точно. Да, вы слышали, как оп, действительно подловила такой фразой, да, фехтовальной и голосовой тоже Александра. Счет был 6-4, а теперь уже 7-4 становится. Раиль Нагимов, арбитр этой встречи. Да, мы видим, что темп вот так немножко возрос. Я думаю, что это здесь дело тоже за Сундучкова. И решила пробовать больше инициативу взять, идти вперед. Пару раз это сработало, но затем... Но затем Валерия Рассова восстановила преимущество в 5 уколов. 4-9. Да, на том, что в полуфинале Александра Сундучкова достаточно убедительно выиграла у своей землячки Елене Петровой. А вот Валерия Рассовова долго проигрывала, проигрывала. Алья Голоколенко выиграла потом на финише 15-12. Вот сейчас как будто продолжает в том же темпе. Фехтовать будто и не было перерыва, и уже 10-4 она выигрывает. Да, 6 уколов, разрыв. Это очень серьезная заявка. Ближний бой, в котором чуть более лучше действует Сундучкова. Более удачно. Готовы, начинаем. Со второй попытки коля Сундучкова в первой фразе не получила зажечь фонарь, но затем в ближнем бою ремисс сделала. Хотя Эльдар Масалинович кричал колоть не Сундучкова, а Валерия Рассовова. Здесь мы слышим Эльдар Мавлютов ведет Валерию Рассовову по этому бою. Но рефлекс первый сработал у Сундучкова. Но вообще есть такое мнение, что у леворуких есть преимущество в ближнем бою. Честно говоря, я не знаю, что это называется, но некоторые наставники так говорят. 11-6 уже счет. Так быстро достаточно проходит этот финал. Сейчас будет небольшая пауза. Я хочу напомнить, что завтра у нас командные соревнования. И у юниоров, и у юниорок сразу два комплекта наград. Финал у юниоров начнется в 16 часов. А у девушки, у юниоров в 17 часов. А вот Эльдар Масалинович даже встал после того, как еще один укол получил его подопечная. Да, требует повтор он, чтобы Нагимов рассмотрел. Но тот все видел. Мне кажется, тоже пора припросить. 11-9. Вот так завелась Сундучкова. Не намерена отдавать золото просто. Наносит укол за уколом. Ну и 10 уже в одном десятке. Было преимущество в 6 уколов, даже если не ошибаюсь. В 5-11-6 было максимальное преимущество. А, да, было 10-4, действительно. И практически ничего от него не осталось. Один укол. Полторы минуты всего прошло. Вы знаете, мне иногда так кажется, что лучше бы еще микрофон Эльдару Масалиновичу повисить, чтобы он, можно сказать, комментировал поединок своими репликами, которые относятся к его подопечным. 12-10. Видите, не зря он так разбирал, не зря говорил. И главное, что его ученица его слышала все. Нанесла укол. 12-10. Не останавливайте. Рассолы в ближнем бою колет в ногу Сундучкова. 10-12. Два укола. Парад-репост. Недействительный укол. Да, обидно мы видим. Такая обида. Сейчас у Сундучковой не попало. Все это сделало правильно. Но вот самое важное, это, конечно же, попасть в электрокурточку, зажечь фонарь. Без этого все, что ты делаешь, не так уж и важно. На 12-10 минуту 13 еще фифтовать в первом периоде. Если, конечно, кто-то не нанесет 15-й укол раньше. 11-12. Снова примешь, что один укол проверяет наконечник Рассолова. Все нормально. Просит разрешения поправить рапиру. Надо еще сказать, что, как всегда, традиционно у нас будет еще трансляция награждения, церемония награждения, интервью с победительницей. Поэтому не уходите, оставайтесь с нами. Начинается. Ну а кто станет героем кредит? Абсолютно спокойно этим воспользовался Рассолова. А вот сейчас такая стычка, и спортсменки отошли друг от друга. Да, не получилось в первом действии ближний бою уколовать. А здесь парад репост чистый. 14-12. Да, родной. Как раз мы уже видели счет 14-12 на этом турнире. В одном уколе от победы Рассолова. Но нужно вечно лезти. Да. Наносит. 15-12. Вот так вот лидер кадетского рейтинга победил на юниорском первенстве России. И это Валерия Рассолова. Сейчас видите, обнимает ее и Дарма Валютов. Да. Поздравляем вас с победой. С серебром тоже Александр Сундюшков. Бронза, напомним, Елена Петрова и Алла Галаколенко. Ну а мы пока, как я, наверное, прощаюсь. А еще Денис будет работать на интервью. Да, увидимся там. Напомним, что завтра у нас командные соревнования в 16 у юношей, в 17 у девушек финал. Всего доброго. До свидания. До завтра. А восьмую посмотрим? Безокровь нет? Восьмую. Когда восьмую я брал. И просто классика. Безокровь нет? Безокровь нет? Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok послужили мастер-шпортом олимпийской чемпионкой Евгения Анатольевна Ланова. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok